Тот самый Кармадон, люди знают, что была трагедия, но для того, чтобы понять, что она из себя представляла, вот девятиэтажный дом, ну, примерно, я, понятно, условно это все обозначаю, состоящий из льда. И вот этот девятиэтажный дом вот под таким наклоном, со скоростью больше 150 км в час, несется на вас. Естественно, он перед этим уничтожает все на своем пути, абсолютно. И идет сначала сель, огромная, большая. Ну и, в общем-то, вот эта вот теснина, она выглядит немножко зигзагообразно. То есть, вот если туда посмотреть, мы увидим, что дорога вот так вот изгибается, и, собственно, примерно здесь этот ледник и застрял. Если бы они успели выскочить вот туда дальше, то, возможно, они бы остались живы. Но произошло это все ночью, никто, естественно, ничего не знал. У нас обычно говорится про то, что погибла съемочная группа, но почему-то мало кто упоминает о том, что, во-первых, пол села снесло. Ну и самое главное, что в этой съемочной группе, помимо, там, непосредственно работников кинематографа, скажем так, было еще немало осетин, местных людей, проводников, те, кто занимались лошадьми и прочее. Об этом мы поговорим с вами с той стороны. Раньше эта дорога, она была заасфальтирована. Сейчас вот она зигзагообразная, а раньше она была прямая. То есть, о чем свидетельствуют, собственно, вот эти вот тоннели. Их специально пробили для того, чтобы здесь можно было ехать вот с комфортом по асфальту. Ну и одно время думали, что, возможно, где-то в одном из этих тоннелей можно найти, ну, конечно, не живых, но хотя бы какие-то останки. Поэтому бурили скважины, потому что вот это все, вот доверху, оно все было заполнено селевым потоком. Бурили скважины в нескольких местах, но, собственно, никакого результата это не дало. Смерть, я думаю, была мгновенная. Мало кто что-нибудь даже успел, возможно, осознать. Поскольку технологии были еще тех времен, мы даже не знаем, что Бодров успел наснимать. Ну, то есть, никаких передачи данных, да, никто никуда не скидывал по беспроводной связи. Вообще вот это все, это днище океана. Ну, в принципе, если вы в горах бывали, не только в этих, вы всегда можете услышать там от спелеологов, от проводников про то, что когда-то где-то там плескалось море, откуда все эти расщелины и так далее. Иногда здесь можно встретить даже отпечатки каких-нибудь старых моллюсков и прочее. Ну, и я когда вот делал, соответственно, пост у себя в соцсетях, народ воспрошал, а почему непосредственно вот в том месте, куда привозят туристов сейчас, да, порой массово, есть мемориальная доска Бодрова непосредственно, и есть только перечень местных жителей. Дело в том, что, ну, Осетия, если вы вообще погуглите, сколько осетин, в принципе, живет, я могу ошибиться, ну, там, в районе полумиллиона, плюс-минус, да, то есть, если мы в России, в Советском Союзе приучены к тому, что, знаете, бабы новых на рожаю, да, вот эта вот концепция, то для малых народов потеря даже одного. Человека – это уже трагедия. Потеря десяти – это катастрофа, потери, там, я не знаю, сотни, если мы говорим, допустим, про Великую Отечественную войну, это уже колоссальный просто катаклизм. Когда бы в прошлый раз вот этой фрески не было, ну, и, в общем-то, собственно, именно поэтому здесь вот висит вот эта мемориальная доска со всеми теми, кто погиб, давайте мы подойдем к ней. Надо сказать, что Сергей Бодров не хотел произносить вот эту классическую фразу, не брат-то мне, да, причем, если мы задумываемся, о чем там был заместо, господи, про то, чтобы не платить в трамвае, да, ну, в девяностые годы. Балабанов настоял, и Бодров потом выхватывал за эту фразу от всех представителей Кавказа, да, и поэтому к нему здесь такое, знаете, отношение, ну, достаточно двоякое, потому что, с одной стороны, ну, да, актер, все такое прочее. Ему же сложно объяснить, что, как бы, это был образ, да, что он играл определенного героя, но для простых людей это, порой, знаете, все смыкается в одну плоскость. И, в общем, да, страдал он, страдал, не хотел произносить, балабанов настоял, и, соответственно, вот некоторые говорят о том, что, если бы не Бодров, то, в общем-то, остались бы живы все эти люди. Поэтому, как обычно, понимаете, все нужно рассматривать разных плоскостей. Для нас, возможно, сейчас Бодров – это некий символ. Для меня это, прежде всего, символ 90-х годов, и вот Петербург 90-х годов очень рельефно и наглядно отражен в фильме «Брат». Я делаю экскурсию в Петербурге по местам съемок, показываю дом на Малом проспекте, где жил Балабанов. Но если разобраться вообще вот так вот, по чесноку, это же человек абсолютно беспредельщик. То есть... И вот это, как бы, квинтэссенция нашей русской души. То, что беспределом, ну, как быть честным беспределом, мы можем достигнуть истины или вот правды. Да, в том, в чем сила, брат, сила в правде. Но готовы ли вы к тому, чтобы эту правду получать такими насильственными методами? Это вечный вопрос, на который, конечно, кино вам даст ответы. Ну, а если вам вдруг самостоятельно придется решать подобные моменты в вашей жизни, вы ее возьмете за оружие, вы пойдете убивать для того, чтобы совершить справедливость? Вот, попробуйте себе на этот вопрос дать ответ. То, где мы были, это мемориал. На самом деле, то, где была база, оно вот там. И вот, ну, расчистилось вот досюда, но даже сейчас, когда вот мы будем спускаться, вы поймете, как это все дело выглядело. При том, что, ну, если... Я же вам назвал девятиэтажный дом, чтобы хоть как-то бы имел представление. Потому что, если бы я вам сказал, что высота ледника была 120 метров, а это больше, чем девятиэтажный дом, вы бы даже не поняли. Но так хотя бы у вас будет хоть какое-то об этом представление. Соответственно, база их стояла вот в этом месте. Ну что, оператор, ты когда-нибудь лазал по горам? Я тут по таким камням постоянно в Крыму скачу. Ну и вот, собственно, вот здесь, вот там даже видно старое перекрытие. Вот, видите, то есть на самом деле это тоннель. Вот селевой поток. Прямо видно его остатки с этими следами. Ну и как тут было спастись? Здесь бурились скважины, пытались их достать, но все абсолютно бесполезно. Ну и сюда туристы не ездят. Для них сделана специальная красивая стена, куда они, собственно, и приходят. Счастливое время, мы все-таки живем. Не надо нам встроить вот таких оборонительных башен. Ну, каждая сторожевая башня, я об этом уже, по-моему, говорил, она фамильная. Ну и вот там вот видим кусок крепости наскальной. История совершенно не, в общем-то, необычная. Это можно встретить и в Турции, и на Балканах, и первые христиане любили в таких пещерах скрываться. Единственное отличие от христианской истории заключается в том, что это рукотворная стена. Здесь скрывались люди от замечательного, в кавычках, Тимура, который их пытался отсюда выкурить. Могу себе представить, что здесь творилось в то время, да, то есть все это усыпано людьми, воинами. Ну, как это, господи, нашего любимого режиссера-то зовут, который тут последний дуэль снял. Да, Ридли Скотт, в общем-то, прямо представляется во всей красе. Чего бы вот ему про это не снять в кино, мне кажется, куда более зрелищное было, чем даже про Древний Рим. Ну, а мы сейчас отправимся туда, собственно, вовнутрь, посмотрим и проникнемся атмосферой многовековой давности. Как нам сказал местный, выльет говно, набери нормальную воду. Ну, в принципе, после воды, которую я пил в Крыму, в горах, любая другая вода, кажется, не вкусной. Хотя, конечно же, говорят, что это самая вкусная у нас в России вода. Ну, без базара, конечно. В общем, да, я протестирую. И самое вкусное. Ничего вкуснее я не едал. Кроме разве и сырничков, вот в той гостинице, где мы живем на завтрак, только сырнички могут с этим пошпорить. Обычно, когда ищешь информацию, тебе нужно перекопать интернет, заняться тем, что просмотреть в Википедию те ссылки на книжки, которые там указаны. Вот есть несколько советских книжек, причем все они издания, как правило, там 1975-1977 годов, я их потом назову. Ну, их можно скачать, они есть там и в PDF, и в дежавю, кому это в голову придет, хотя они и есть в бесплатном доступе. Но вот удивительное дело, я нашел сайт, прям в первой же выдаче, называется «Это Кавказ». Очень хорошая статья журналистки Марины Львовой. То есть, вот прям не надо ничего выдумывать, потому что здесь она пишет про, во-первых, мифологию осетинскую. Мы вообще находимся на очередном кладбище. То есть, видите, здесь смесь, на самом деле, более поздних захоронений. Вот эти вот нингиры, это вообще Средневековье, ну, наше, российское Средневековье, потому что у нас, если говорить про всех этих Изяславов и прочих, это все какой-нибудь, там, не знаю, 13-14 век. Дивгис, это, собственно, селение, где мы с вами пребываем, издавна считался культовым и духовным центром Куртатинского ущелья. В том числе, потому что здесь расположен самобытный культовый комплекс, посвященный покровителю мужчин Уастерджи. И вот, собственно, ради чего я вам это все зачитываю. В осетинской мифологии Уастерджи посредник между Всевышним и людьми. Его изображают в виде старца в белой бурке. Считается, что он чаще других небожителей спускается на своем трехногом белом коне, а в сгури, на землю, чтобы узнать, помогают ли люди друг другу в нужде и горе. Женщины даже не произносят имя Уастерджи, называя его Лак-де-Дзуар, то есть святой покровитель мужчин. С древним святилищем связана легенда. Однажды в Куартанинском, в Куартатинском, простите, самый русский, ущелье посреди лета выпал сильный снег. Все вокруг стало белым-бело, вдруг жители селения Дзивгис увидели, что одно место совершенно не тронуто снегом. Это было так необычно, что они решили посмотреть, в чем дело. Пробрались сквозь глубокий снег к этому месту и обнаружили в центре, покрытой зеленой травой поляны, две горячие надочажные цепи. Ну, про надочажные цепи я уже рассказывал, про их сакральный смысл. От цепей исходил пар, а земля вокруг них была совершенно бесснежной. Люди поняли, что это дар небес и решили построить на этом месте святилище. Ну и вот, вы только что были там, вот там вот дом, красный кирпич. Там, собственно, живет брат, я же не знаю, как правило, настоятель этого святилища. Сама святилища находится вот там, мы туда не попадем, она сейчас закрыта. Там эти две надочажные цепи висят. Значит, к надочажной цепи, что подвешено святилище к потолку, подходит, ну, понятно. К заблословениям девочки и женщины. А к той цепи, что висит на улице, на двери храма, мальчики и мужчины. Сюда приводят невест, здесь получают напутствие на благое дело. Цепи считаются имеющими особую силу, как связующие звено между Всевышним и Человеком. С приходом во все эти христианства древнее святилище в Дзевгисе неоднократно пытались перестраивать христианскую церковь. А сам образ небожительных покровительных мужчин стал ассоциировать с осетин со святым Георгием. УАЗ ТЭПДЖИ с осетинского приводится как УАЗ святой, стыр великий Джи Георгием. Однако сами обряды остались неизменными. Да, и, в общем, за что я люблю людей с юмором. Он говорит, что, ну да, мой брат, но сейчас я ему подсуну что-нибудь, отравлю и буду сам настоятелем. Устраню конкуренты. Вот такой вот черный юмор с утра. А я вам очередной раз хочу показать прелесть декабря. Вообще это теплый циклон, который сюда приходит. И за ним, как мне объяснили местные, сразу же наступают холода. Нам повезло, мы как раз вот ту неделю, пока тепло, вчера вообще была жара. Мы, собственно, здесь, в горах. Я вот взял, у меня специальные кроссовки, куда я поддеваю шерстяные носки. Вот сейчас вот шерстяные носки снял. А вот как мы уедем, сразу, собственно, наступит холода. Ну-ка, холода. Плюс один, ноль градусов. Жестокая осетинская зима. Хотя, конечно же, в горах, вот конкретно здесь, бывают и снега, и снегопады, и даже в юге, и все такое прочее. Но вот сейчас здесь просто волшебно. Там журчит речка Феогдон. Здесь древние захоронения. Там наскальная крепость, про которую я еще пару слов скажу. Ну и селение, собственно, со сторожевой башней. Что еще нужно человеку из Петербурга, чтобы почувствовать счастье? А вот там вот непосредственно селение Феогдон, до которого мы сейчас уже пешком, наверное, не дойдем. Мы приезжали, там у нас есть и память, и к Ленину, и даже памятник Сталину. Что, в общем-то, будет весьма в кассу тем, кто поклоняется конкретно этому. Вот здесь еще тоже, видите, остатки старой кладки. Остатки кладки. Ну, остальное все завалено. Тут несколько тысяч человек в виде костей захоронено. Ну, понятно, что их поштучно никто не считал. Потому что как это возможно? Я вот могу сказать про некие свои ощущения. Я очень хочу вернуться в город Лион французский, потому что там на склоне горы находится древний амфитеатр римский. И ты туда садишься, и перед тобой весь город открывается. Причем там акустика сохранена. То есть если встать в центр этого амфитеатра, то все будет прекрасно слышно. И вот здесь тоже некое такое ощущение, потому что, что, ну, это правда ворон, но тут иногда и орлы летают, что в ту сторону, что вот в ту сторону. Сплошная древность, и, в общем-то, древность насыщенная энергией. Если здесь сесть правильно, посидеть, да, то можно эту энергию почувствовать. Но для этого надо, конечно, определенно иметь настрой. Иногда отнюдь не тот, который, вот мы сейчас общались с местным гидом, он нам предлагал, там есть будка, подарок Ростелекома, откуда можно позвонить в любую точку планеты бесплатно 5 минут. И он нам предлагал, что вот, типа, давайте, вы звоните, а девушка вас фотографирует. Я говорю, гениальная идея. Мой инстаграм без этой фотографии не будет тем, чем он является. Но вот мне больше интересовало то, что он рассказывал здесь уже про подавление непосредственно войсками Российской империи в 19 веке про разрушение вот этих вот башен фамильных, сторожевых. Ну а брат смотрителя святилища говорит, что один раз он слышал тоже от местного гида, то, что эту башню строили три раза. И почему три раза? Потому что, когда месили цемент, то летом тут выдались такие холода, что цемент не мог нормально застывать. И говорят, вот даже такое рассказывает. Ну, собственно, в Питере вы не про то, вы слышите хотя бы возле Исаакиевского собора, про то, как его строили. Там у нас водохранилище гидроэлектростанции. Вот этой дороги раньше не было. Здесь, скажу честно, лень дальше туда идти, но там сохранился старый такой подъемник. То есть детей вот оттуда снизу поднимали на таком фуникулере, его можно так назвать. Железный трос сохранился, станция с мотором. Дорогу эту прорезали, ее буквально пропиливали. То есть сейчас есть технологии, огромные такие циркульные круглые пилы, которые оставляют ровные поверхности. И вот когда я был первый раз здесь, я увидел только один наскальный рисунок, а сейчас их тут появлялось довольно большое количество. Ну, вот этот, я так понимаю, то ли не доделан, а может быть это такой концепт, что машина в сугробе, видите, лось, но она не подписана. К сожалению, я бы с удовольствием назвал автора, но вот не могу ничего найти. Зато есть автор на следующее, это совершенно новая работа. Как вы понимаете, здесь никакие коммунальные службы не прискачут, не закрасят, поэтому, конечно, рай для подобных ребят. Единственное, что и трафик тут, чего уж тут говорить, не такой, как в каком-нибудь Петербурге, в проходных дворах, где у нас вечно там закрашивают Достоевского. Значит, Илья Ис, собака 1М5, Ори Худкраф. Краф. В общем, вот такой вот у него ник. Вот, посмотрите. Очень круто, на самом деле, здесь, ну, то есть, вот эти вот выщербленные и вот эти трещины, они очень круто смотрятся, как фактически составная часть этой работы. Создается впечатление, что она была сначала нарисована, а потом треснула. Из-за этого, опять-таки, возникает ощущение, что это очень старая такая фреска, которая тут пережила какие-то там годы и прочее, а на самом деле все наоборот. Фреска абсолютно новая, но вот производит такое ощущение. Сейчас мы вам еще покажем парочку. Вот здесь автор по имени Номад и внизу стрела вот нарисовал такие прекрасные цветуёчки. Ну, немножко не до Ван Гог, но почему нет? Прекрасно, я считаю. Вот там наверху мы не будем туда залезать, там лошадка, красивая, которых здесь очень много. И там дальше какой-то стул. Ну, а вот дорога жизни бывает, видите, разное написано. Многовековая мечта жителей Тагаурского щеля существилась, проложили дорогу жизни. Вот здесь такой индейский мотив, я бы сказал. Ирда Сарт. Хэштег Портал ЛВЛ. Вот это тоже граффити, да. Ну, вот здесь вот стены еще ждут. Соответственно, своих авторов. Вот, пожалуйста. Уже что-то из национального. Очень хорошо прорисован кинжал. Только что я ехал и думал, как же они в 17 веке с такими кинжалами в машинах передвигались. Они, оказывается, на лошадях ездили. Вот здесь у нас уже прямо кусочек небольшой Берлина наблюдается. Миша Верт. 2021 год. Ну, я уже говорил, что здесь, в принципе, все свежак. Абсолютно. Вот, смотрите, какая красота внеземная. Как бы вроде как гора, а вроде как не гора. И вроде она плетет. И из этого получается зеленая луга. И вообще очень круто. А вот там, смотрите, мне кажется, там уже готовый силуэт для какой-нибудь головы. Но вот единственное, как это писать. Тут нужно быть целым альпинистом. Вот, посмотрите, да? Это самая дорога жизни. Мы сейчас туда поедем, потому что там внизу есть еще масса всего интересного. Совершенно в другом стиле написано. Вот, автор. Покажем. U.S.H.V.E. Прекрасный у нас полу-леговский викинг с собачкой и замечательные горы. Да, ну а это самая выдающаяся работа. Потребовала огромного количества усилий. Долго разрабатывали концепт. Целая бригада в течение двух недель трудилась. Но вот сделали. Кира Рицерли, Кира Найтли. Это самая первая работа, которая здесь появилась. Известные чувачки. My Who Dis Good. Те самые, например, которые сделали Виктора Цоя у нас там на задворках Невского проспекта, где мы все время либо финишируем своими экскурсиями, либо делаем групповое фото. Ну и вот они, конечно, выбрали самую гладкую поверхность. Ну, кто первый, того и тапочки. То есть здесь уже все прекрасно. И добавить-то, собственно, и нечего. Короче, прикиньте, сели в машину. Ну, поехали. Вот водичку уже набрали там у форелик. Буквально за углом. Вот такая совершенно потрясающая работа. Тимбалат Гугкаев, извините, и Порта ЛВЛ. Ну, собственно, хэштеги прописаны. Мне нравится такой минимализм. Причем тут, видите, даже есть определенный концепт во всем этом. Тут и аллегория вам на ночное небо. И, в общем, ну, тут, так сказать, художник, он же как действует? Он что-нибудь напишет, я брал одно время, я помню, интервью у театра Ахе. У нас есть такой инженерный театр в Питере довольно известный. И они рассказывали, что к ним подходят и говорят, а вы вот это хотели этим спектаклем сказать? Они говорят, да, да, именно это мы хотели этим спектаклем сказать. но, собственно, художник может точно так же действовать. А, то есть вы хотели вот это сказать? Да, безусловно. Вот смотри, вот там даже наверху кусочек венина. очень противоречивое место, потому что туристическим оно стало совсем недавно. К кладбищам у всех разные отношения. Вот я, например, был в Дании и там в Копенгагене кладбище, где похоронен, между прочим, Ганс Христиан Андерсон, оно, это не столько даже кладбище, это фактически парк культуры и отдыха. То есть там люди бегают, там мамы с колясками ходят. Ну, протестантская традиция, она, соответственно, диктует свои условия. На православных кладбищах своя тема. Вот это место в Даргавсе, более известное как город мертвых, здесь находится захоронение обусловленное тем, что пахотная земля всегда была в дефиците и чтобы ее не тратить на мертвых, для них специально выстраивались вот такие, ну, по-простому говорят, домики с такими характерными сланцевыми крышами. Так вот, в этих домиках, в некоторых на самом деле, вниз, если заглянуть, то там, знаете, как в бункере практически, то есть еще помещалось достаточное количество человек. Это более позднее захоронение, потому что на самом деле здесь есть еще захоронения более ранние, которые были обнаружены случайно во время пахоты. Крестьяне пахали землю, у них были какие-то провалы. И вот они пригласили соответственно специалистов, которые начали делать раскопки и выяснили, что там существуют гораздо более древние могильники. С тех пор, вот я тут скачал книжку 79-го года советскую, идут концептуальные битвы, почему так, к какому точно периоду это относится, к какой культуре это точно относится. Самая страшная страница истории здесь, конечно, связана с чумой, потому что сюда свозили не только мертвых, сюда люди приходили умирать. То есть если ты заболел чумой, ты сюда приходишь и соответственно от тебя сторонятся. Приходили матери со своими детьми, бывало так, что ребенок умирал первым, мать оставалась, а бывало так, что мать умирала первой и ребенок оставался. Орал, естественно, кричал. на весь свет, но ему, понятное дело, никто не помогал. Вот это традиция, тоже о которой нам рассказывали в музее. ну и поскольку люди хрен на блюде, да, то туристы, когда сюда приезжают, они не совсем отдают себе отчет, то, что это не столько как бы памятник архитектуры, сколько в принципе действующее кладбище, действующий могильник. И для большинства осетин это, ну, собственно, святое место. Некоторые начинают делать здесь перформансы в стиле вот у нас пошла такая мода, там, ради хайпа сфотографироваться там с голой жопой напротив храма. Не то, чтобы я там шибко православный, но все-таки, ну, надо какие-то мозги-то иметь в голове. Поэтому есть даже речь о том, чтобы закрыть этот туристический объект, вернуть ему статус кладбища, чтобы туристы могли наблюдать на этот город вот оттуда. Как это, собственно, было и раньше, поскольку, естественно, сюда еще забирались всякие Лары Крофт, расхитительницы гробниц, словно говоря, все, что вот внутри находилось, все это выворачивалось, вынималось, причем не ради, естественно, каких-то краеведческих штудий, а вот все, что плохо лежит, как говорится. Поэтому, если вы будете сюда приезжать, все-таки учтите этот момент, да, и отнеситесь с пониманием ко всему этому. Один нюанс, о котором я бы хотел упомянуть, до сих пор ученые не пришли к выводу, что это такое, в некоторых могильниках были найдены засобы изнутри. И вот это, согласитесь, уже такой вопрос, вопрос. Ну, а я хочу напомнить, что сегодня у нас какой декабря день, дата, точнее, 11 декабря, да, вот, такая тяжелая зима в декабре. Она приходит в горы, как мне вот объяснили, постепенно, в январе, в феврале тут вообще снег, можно на лыжах кататься, на санках больше, наверное, чем на лыжах. А вот сейчас в декабре вот так. Так что, если вы хотите посетить Осетию с комфортом, и Владикавказ, в частности, вот рекомендую, на самом деле. Крайне приятно. Понятно, что у нас там сейчас этот Бенедикт, как он называется-то, циклон. Вот. Но все равно даже из минус 7 приятно приехать туда, где можно в горах под солнцем ходить футболочкой. Хотя, конечно, с утра, когда мы приехали в ущелье, в другое место, я даже термобельишко подделал. Температура очень сильно меняется, в зависимости от того, светит солнце или нет. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Помимо осликова тут есть киски. Чем выше в горы, тем выше в горы, тем вы нежнее, тем вы отзывчивее. Вот она урчит уже. Одной из характерных особенностей данной местности являются вот такие сторожевые башни. Они стоят не только здесь, естественно. по названию можно понять, зачем они нужны. Несколько функций у них. Они и дозорные, но самое главное это, конечно, когда враг уже подступает близко. это своего рода цитадель. Туда заходит весь род. Там внутри, она двойная, на самом деле есть внешний и внутренний слой. Там внутри можно даже разводить костер. Но вот история, которая меня потрясла, когда я понимаю, что сейчас их уже начнут выкуривать, а это был единственный способ оттуда людей каким-то образом достать. Обкладывали соответственно эту башню горючим материалом, поджигали. Самый соответственно старший спускается и выбивает кувалдой замковый камень и эта башня рушится и все, кто находится в этой башне погибают под обрушившимся слоем камней. Ну, в общем, надо сказать, что довольно жестко, но что поделать. В те времена только так. Признаться, когда я пересмотрел конец своего монолога о Бодрове в Крамадонском ущелье, меня, если честно, передернуло. Я и не думал, что эта речь приобретет сейчас такую актуальность. Но всегда внутри есть какое-то предчувствие, ты не можешь его порой выразить словами или облечь какую-то конкретную форму, но вот на тот момент слова были таковы. Ну, я продолжаю свою деятельность, что для некоторых является настоящим спасением в атмосфере тотального психоза. Экскурсии проходят на выходных в Петербурге и будут они и в Москве. Следите за анонсами на моем сайте, его не заблокируют. Также у меня есть аккаунты ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, и вот теперь стал довольно актуальным аккаунт в Телеграме. У меня там есть группа, я ее создал левой пяткой, но вот она потихонечку набирает обороты. Также напоминаю вам про три своих книги. Книга о пиаре во время русско-японской войны. Если вы хотите узнать про технологию медийных войн и промывки мозгов, то ВЕЛЬКОМ. Остросоциальный роман Корень, крайне актуальный тоже в наше время, и путеводитель по Невскому проспекту Невский с перцем. Все это можно купить у меня на сайте, а также после моих экскурсий. Ну, и в условиях, я думаю, тотального булма внутреннего туризма настоятельно рекомендую вам Осетию, в чем, собственно, я думаю, вы уже и убедились. Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды, и тебе потерять меня слишком просто. Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды, и тебе потерять меня слишком просто. Красное яблоко в сердце повисло, больше встречаться нам не смысла, нет смысла мучить друг друга. Но твоя кожа нежна и упруга...